Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве сегодня состоялась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Инаугурация началась с торжественного внесения государственного флага страны, штандарта президента, конституции России и знака президента. В Георгиевском зале дворца Владимир Путин принес присягу народу России и вступил в должность главы государства. Затем он поблагодарил всех граждан страны и заверил, что интересы и безопасность народа будут для него превыше всего. После инаугурации Владимир Путин принял парад президентского полка. Затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен. Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительства. Кабмин продолжит действовать до сформирования нового. Губернатор Дмитрий Азаров присутствовал на инаугурации президента. Он поделился впечатлениями. Он подчеркнул, что прошедшие выборы доказали, что российский народ доверяет президенту, связывает именно с ним дальнейшее развитие, сохранение единства, независимости страны. Жители Самарской области поддерживают нашего лидера, готовые впредь добросовестно работать для достижения поставленных им целей и задач. В окружном доме офицеров в преддверии Дня Победы чествовали участников Великой Отечественной войны. Награды вручила глава Самары Елена Лапушкина. На праздники побывала наша съемочная группа. Они боролись за победу на фронте и в тылу. В Самаре поздравили участников Великой Отечественной войны. Тех, кто в юном возрасте уходил на фронт добровольцам, кто переживал блокаду в осажденном Ленинграде, кто был еще ребенком, но наравне со взрослыми работал на заводах и в полях. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила ветеранов и поздравила жителей города с наступающим праздником Победы. Этот день – символ мужества, героизма, самопожертвования народа, который выстоял в те кровавые годы. Наша с вами задача сейчас – сохранять память и правду об этой войне и передавать ее из поколения в поколение. Я хочу в этот день всем нам пожелать, чтобы наше сердце было полно гордостью за наш народ, за нашу страну, за наших защитников. С праздником всех! С Днем Великой Победы! Елена Лапушкина вручила ветеранам и детям войны награды главы городского округа Самара. В числе награжденных Александр Владимирович Любимов ушел на фронт добровольцем в 1942 году. После окончания Харьковского краснознаменного училища химической защиты воевал на Карельском, Втором и Третьем Украинском фронтах. Награжден медалью за боевые заслуги Орденом Красной Звезды Отечественной войны второй степени. В свои 99 лет Александр Владимирович не потерял бодрость духа и жажду жизни. Раньше мне приходилось отвечать на подобные награды «Служу Советскому Союзу». Теперь я отвечаю «Служу Российской Федерации». Почетные грамоты глава Самары наградила Валерия Ивановича Давгяла. Он родился незадолго до войны в Ленинграде в семье военнослужащего. Ребенком пережил блокаду, был эвакуирован вместе с матерью из осажденного города по ледовой дороге Ладожского озера. На протяжении 33 лет Валерий Иванович работает в Самарской городской общественной организации жителей блокадного Ленинграда. Средний возраст блокадников в Самаре перевалил за 90 лет. Это тоже уже, как говорят, год. И мы обещаем, что пока мы живы, пока бьются наши сердца, мы будем выполнять нашу священную миссию – это чтить память о тех временах, в тех годах, о наших предках, о защитниках, о воинах, о офицерах, которые освобождали блокаду Ленинграда. Самарцев с наступающим Днем Победы поздравил также председатель городской думы Алексей Дегтев. Для собравшихся подготовили концертную программу. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. С наступающим Днем Победы глава города Елена Лапушкина поздравила ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного связиста, почетного гражданина Самары Николая Пантелеевича Фоменко. В 43-м году он был призван 16-летним подростком в Красную армию на Дальний Восток в район Уссурийска. В августе 45-го участвовал в боевых действиях по освобождению Маньчжурии. От японских захватчиков был дважды ранен. У нас как бывает у связистов? Связь пропала. Значит, идешь по этому проводу, который ты приложил, и еще где-то оборвалось. Я подошел, обрезан. Второго конца нет. А тут кустарник рядом. Я подумал, что что-то неладное. Там японцы, бывало, перережут кабель и ждут. Связисты, связисты более осведомленные. Так и получилось. Голова поднимается, японец. Он поднял, и я поднял. И мы разом выстрелили. Шум прекратился, ухо, у меня три, зацепило немножко. Николай Фоменко награжден Орденом Отечественной войны второй степени, Орденом Знак почета. В 1957 году Николай Фоменко был направлен в Куйбышев для организации телевизионного вещания. Стал первым руководителем областной дирекции приемной телевизионной сети. В 1967 году предложил реализовать схему обеспечения всего населения области двухпрограммным цветным телевидением. И в течение 23 лет работал над реализацией этой программы. Николай Фоменко стал инициатором и непосредственным участником строительства самой крупной в стране системы радиотелефонной связи с подвижными объектами Алтай с башней высотой 120 метров. В 1987 году Николаю Пантелеевичу присвоили звание заслуженный связист РСФСР. В 2000 году звание почетный гражданин Самары. Глава города Елена Лапушкина пожелала ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии поздравили с приближающимся днем победы майора в отставке Андрея Петровича Танковидова и его супругу Зою Федоровну. Парад у дома ветерана прошел в рамках всероссийской акции «Войск правопорядка». Подробности в нашем сюжете. Андрей Танковидов был подростком, когда началась война. В июне 41-го его старшие братья ушли на фронт, а он самоотверженно трудился в тылу. Воевать он пошел в 44-м, а в марте победного 45-го молодого солдата включили в состав конвоя, охранявшего эшелоны с военнопленными вермахта. После войны Андрей Петрович служил в МВД. Его супруга Зоя Федоровна во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После войны трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования. Каждый год мы поздравляем наших ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником. Каждый год мы говорим им слова благодарности за те трудности, которые они пережили, за тот подвиг, который они сделали, за те многие десятилетия после Великой Отечественной войны, когда они воспитывали нашу молодежь, продолжают это делать и сегодня. Полковник Василий Суржок передал ветеранам поздравления с праздником от лица командующего Приволжским округом Росгвардии генерала-лейтенанта Сергея Просяника. Росгвардейцы вручили ветерану вторую книгу его воспоминаний, напечатанную накануне Дня Победы. Первая часть мемуаров Андрея Тонковидова увидела свет накануне 9 мая прошлого года. Виктория Шарая, события. В преддверии Дня Победы по всей стране традиционно организуют памятные акции, в числе которых и эколого-патриотические, например, Лес Победы, а также сад памяти. В прошлом году в России в рамках акции высадили почти 35 миллионов деревьев. Посадить деревья в память о героях Великой Отечественной войны может каждый. О том, как акция проходит в Самаре, расскажем в нашем сюжете. 102 дерева, 30 саженцев рябины и 72 сеянца сосны высадили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Работы организовали рядом со стадионом Самар-Арена на знаковой локации в Саду памяти. Он появился в Самаре в 2020 году, когда отмечалось 75-летие Великой Победы. Каждое дерево – это память о тех, кто погиб, защищая свою родину. Каждое дерево символизирует героя, павшего в Великой Отечественной войне. И пока мы помним об этих людях, они среди нас, мы ими гордимся. Сегодня мы собрались почтить память наших предков, погибших в Великой Отечественной войне. Предыдущее поколение даровало нам жизнь, даровало нам смысл. И мы сейчас восполняем это тем, что можем жить, работать и радоваться жизни. Высаживать деревья помогали сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии городадминистрации. Департамент представил весь необходимый инвентарь – бойлер с водой для полива, сами саженцы, снабдил участников инструкциями. Перед высадкой деревья выращиваются в питомнике муниципального предприятия «Спецремстрой зеленхоз». Сегодня в Саду памяти растет порядка 900 хвойных и лиственных деревьев. Департамент ежегодно участвует в данной акции. Сажать дерево – это дело благородное. Особенно, если мы приоручим к нашим мероприятиям Саду памяти, то это наш долг, святошник, мы можем отметить победу над фашизмом. Принять участие в акции Сад памяти может каждый. Для этого необходимо обратиться в профильный департамент. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Обсудили вопросы борьбы с нацизмом. В Самаре состоялся круглый стол на тему «Актуальные уроки победы над нацистской Германией во Второй мировой войне». В нем приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, известные российские и зарубежные эксперты. Ксения Баканова продолжит тему. Откуда возникает нацизм и как бороться с преступной идеологией? Об этом говорили известные журналисты и общественные деятели из Великобритании, Ирландии, Канады, Литвы, России, Финляндии, Чили и Черногории. Зрителями онлайн-трансляции стали более 300 тысяч человек. Гостей поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году мы постарались придать антифашистскому движению еще больший размах. И еще раз благодарю всех за то, что откликнулись на этот призыв с берегов Волги. Наша миссия – донести до людей подлинную правду о нацизме, его чудовищных преступлениях. Впервые фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» прошел в Самарской области в прошлом году. Наш регион превратился в один из центров антифашистского движения не только России, но и всего мира. В этом году он вырос уже до масштабного форума. В программе появились мероприятия научного блока, среди которых конференции и круглые столы. В основе фашизма уже это красным стержнем проходит. Это идея превосходства одной нации на другой, основанная на признании своего исключительного права, исключительности. Мы исключительная нация. Это к хорошему никогда не приводит. Так вот, идеология будущего – это идеология равенства всех наций, равенства всех народов, равной ответственности, равных прав. Представители разных стран рассказали о том, что происходит на их территории. Отметили, сегодня, как никогда, фашизму важно противостоять. Как минимум, это сохранять память о нашей истории, о подвигах наших предков. Я лично знаю, люди собираются в Литве, и на днях будет День Победы. Люди пойдут на акции, люди будут с плакатами, с цветами именно вот этих советских воинов. Они знают, почитают их память. В круглом столе также принимали участие ветераны СВО. Участники форума поблагодарили бойцов, которые на передовой защищают интересы нашей страны и всего мира. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре продолжается капитальный ремонт трамвайных путей на Новосадовой. На участке от Барбошиной Поляны до Кольца на заводе Тарасова будут полностью заменены рельсы, шпалы, основания и щебня. По трамвайными путями пройдет ливневая канализация. Сейчас полным ходом идет работа на отрезке до Ново-Вокзальной, что уже сделано, расскажем в сюжете. Около пяти километров одиночного трамвайного пути по Новосадовой заменят в Самаре в этом сезоне. Обновление выполнят от Барбошиной Поляны до Кольца у завода Тарасова. По этой линии проходят наиболее востребованные маршруты. Сейчас работы идут от Барбошиной Поляны до Ново-Вокзальной. Здесь демонтировали рельсы и контактный провод. Специалисты готовятся к обустройству ливневой канализации. Раньше вода задерживалась на путях, создавая помехи движению трамваев. Такой комплексный ремонт трамвайных путей делают впервые. В этом году мы приступили к такой большой масштабной реконструкции. Потому что маршрут основной, на нем идут самые большие пассажироемкие маршруты. Поэтому, честно говоря, я очень рад. Ну и думаю, что жители города тоже этому рады. Это впервые в городе. Мы давно к этому шли. Давно предлагали его отремонтировать. Давно просили выделить. Наконец-то мы добились. Огромное спасибо областному бюджету. После капремонта движение по линии будет более комфортным и безопасным. А поезда смогут разгоняться до 20-22 км в час. В период капремонта шесть трамвайных маршрутов, номера 5, 7, 11, 12, 22, 24, работают по скорректированным схемам. Их можно уточнить на сайте администрации. На этот период по Новосадовой запустили бесплатный автобусный маршрут. Курсирует 30 автобусов. В час пика с интервалом 3 минуты. Почти 25 лет я передвигаюсь издомно работать на трамвае. Ну и сейчас, поскольку стали ремонтировать трамвайные пути, вместо них пустили бесплатные автобусы. Разницы особенной не ощущаю, кроме того, что я очень хорошо экономлю на оплате проезда, потому что они бесплатные. Совершить первый этап ремонта планируют к концу июня. В конце мая ТТУ объявят торги для определения подрядчика, который будет трудиться на следующем участке. От улицы Нововокзальной до завода Тарасова. Галина Топилина, Валерий Майоров. События. Отметили самых лучших и амбициозных. В Самаре наградили победителей конкурса «Гордость советского внутригородского района», который проходил этой весной. В каких номинациях смогли показать свои таланты участники, узнал наш корреспондент Полина Чулякова. Бескорыстно помогать и делать общее дело. Савелий Майоров третий год занимается волонтерством. Сегодня он, как и многие другие участники конкурса «Гордость советского внутригородского района» присутствовал на торжественном награждении победителей конкурса. Савелий рассказывает, в конкурсе участвует в первый раз в номинации «Доброволец года». Вместе с товарищами он плел маскировочные сети для бойцов СВО, помогал организовывать различные мероприятия как в советском районе, так и по всему городу. Я очень рад, что существуют такие конкурсы, ведь люди соревнуются между собой по добрыми делами и делают их, и помогают всему городу. Здесь много заряженных людей, и это помогает тебе расти, делать больше добрых дел, чтобы доказать, что ты лучший. Конкурс «Гордость советского внутригородского района» проводится не в первый год. В нем принимают участие школьники, студенты, молодые специалисты и молодежное объединение. Показать себя претенденты на победу могут в одной из восьми номинаций. «Доброволец года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Студенческий лидер», «Интеллект года», «Молодой профессионал года», «Школьник года», «Молодежное объединение года». Во время конкурса, естественно, ребята показывают все свои таланты, раскрываются, и у нас есть возможность увидеть талантливую молодежь и поддержать ее. Победителям конкурса вручили цветы, дипломы и памятные подарки. Также для участников и жюри выступили творческие коллективы с музыкальными номерами. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» прошла в Самаре в 15-й раз. За годы проведения акция объединила 85 регионов России и около десятка других стран. Участниками стали более 7 миллионов детей. Произведения о войне им читают известные люди, ветераны и дети войны. Кто стал почетным чтецом в этом году, расскажем далее. Евгений Хохлов – дирижер Самарского академического театра оперы и балета. Родом из Санкт-Петербурга. Бабушка Евгения Хохлова пережила блокаду Ленинграда, поэтому об ужасах того времени музыкант знает из первых уст. Во время проведения международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» Евгений решил рассказать детям о блокадном Ленинграде и его связи с Куйбышевым. Для этого он прочитал произведения Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и дал послушать школьникам седьмую симфонию Шостаковича. Я сам выбирал и произведение, которое я хотел бы прочитать. И поскольку оно напрямую связано с моим родным городом Ленинградом, с Санкт-Петербургом, и связано с блокадой, оно неразрывно также связано с Ленинградской симфонией Шостаковича. Вот такая связь двух городов через имя Шостаковича, через эту симфонию, симфонию Победы называют. Она такая очень сильная, и мне показалось, что детям важно знать о таких пересечениях. Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» зародилась в Самарской областной детской библиотеке в 2010 году. За годы проведения она объединила более 85 регионов России и около десятка других стран. Участниками акции стали более 7 миллионов детей и подростков. Книги подбираются с учетом их возраста. Мы читаем рассказы не о военных действиях, все-таки дети. Мы читаем о ярких эпизодах, о человеческих качествах лучших, о подвиге. Зачастую это ровесники сегодняшних детей. И вот хорошая книга о войне – это как раз для детей. Это книга о конкретном человеке в конкретных обстоятельствах. Основная идея акции – живое чтение вслух и обсуждение произведений с детьми. Для этого приглашают почетных чтецов, известных жителей Самарской области, ветеранов и детей войны. Книги о войне детям читали режиссер драматического театра «Грань» Денис Бакурадзе и космонавт Олег Кононенко. В этом году были приглашены дирижер Евгений Хохлов, Юлия Николаева, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, и Константин Доладов, председатель Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре 17 мая распределят свободные места в детских садах на 2024-2025 учебный год. Для успешного проведения процедуры Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг, в разделе «Поиск заявлений». Информацию о наличии свободных мест можно найти на портале образовательных услуг АСУ РСО. Распределение свободных мест происходит автоматически. В Самарском дворце ветеранов прошел концерт «Пасхальные колокола». Перед гостями праздника выступила Наталья Гражданкина, гауреат международных конкурсов и исполнитель духовно-патриотических песен. Участников Всероссийского общества инвалидов отметили наградами за приготовление пасхальных куличей. Гостей праздника также ждал стол со сладостями и пасхальными угощениями. Пасхальный праздник – это традиционное наше мероприятие, которое мы проводим для актива Самарской городской общественной организации инвалидов. Сегодня у нас в зале собрались активисты районных обществ инвалидов. Люди, которые занимаются общественной работой, которые встречаются с людьми, проводят среди них самую разнообразную работу. И этот праздник, он традиционен, потому что он, во-первых, в культуре нашего народа, а во-вторых, наверное, один из самых таких оптимистичных и светлых праздников, которые вселяют надежду, веру, любовь, от которого мы ждем только благих вестей. Россияне стали чаще работать по специальности, которую получили в ВУЗе. Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы. За последние три года количество россиян, работающих по специальности, составило 46%. 22% опрошенных работают в смежных областях. И только каждый третий занят в сфере, не связанной с полученной профессией. Такие данные привели в исследование. У россиян, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, в половине случаев работа связана с вузовской специальностью, а еще у 25% со смежной областью. Среди врачей, юристов и бухгалтеров наблюдается наибольшее количество специалистов, чья работа соответствует полученному образованию. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки приглашает жителей Самары принять участие в общероссийской акции гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В 2024 году акция пройдет онлайн. Такое решение принял штаб движения из-за соображений безопасности. Выбирайте свой формат участия и обязательно присоединяйтесь к акции. Администрация промышленного района сообщает о вакансиях, которые имеются на предприятиях. На предприятия ОДК Кузнецов требуется токарь, Расточник, ведущий юрис-консульт и наладчик станков и манипуляторов. Заработная плата от 51 тысячи рублей. «Самара Волга Маш» примет на работу специалиста по продажам, контролера станочных и слесарных работ и инженера-конструктора. Заработная плата от 45 тысяч рублей. «ПМ Композит» нуждается в инженере энергетики, слесаре-механики и контролере производства. Заработная плата от 33 тысяч рублей. «Самарская кабельная компания» примет на работу ведущего инженера по наладке и испытаниям, менеджера по маркетингу и опрессовщика кабелей. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает, что родители в ответе за жизнь своего ребенка. Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию, свести к минимуму количество пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Не оставляйте детей без присмотра, не оставляйте на виду спички, зажигалки, рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении, организуйте ребенку интересный и безопасный досуг. Ребенок должен знать, что при обнаружении признака горения и задымления нужно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 01-101. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова